Прежде, чем начать этот урок, Вам нужно скачать эту сцену на моем Патреон. Когда Вы перейдете по ссылке в закрепленном комментарии, Вы найдете там сценку для Cinema 4D R25. Качаем ее. Когда Вы откроете сцену, то увидите такой объект с Hair Cards и их же в другом окне. Я оставил пример списка модификаторов, чтобы Вам было понятно, как создаются Hair Cards в Cinema 4D. И именно он поможет в дальнейшем начать работу над любым из персонажей. Но в данном видео, нам это не нужно. Поэтому этот объект можно удалить. Сейчас мы будем выполнять совсем другую задачу, которую делали в Maya. То есть, я продолжаю рассказывать об альтернативе Hair Tool из Blender в Arlnatrix. Теперь уже для Cinema 4D. И как обычно, в первую очередь покажу, как создать Hair Cards на поверхности выбранного объекта. То есть, чтобы они повторяли его форму. Здесь все работает так же, как и в Maya. То есть, не нужно, как в 3ds Max, сначала отдельно создавать объект Hair From Mesh Strips. Потом внутри него выбирать нужный объект и так далее. Нет. Здесь Вы просто сразу же выбираете нужный объект. В данном случае сферу с отрезанным низом и верхом. Затем, заходите в меню Arlnatrix и кликайте на Hair From Mesh Strips. Таким образом, Вы получите необходимую базу для создания Hair Cards, повторяющих форму этого объекта. После назначения Hair From Mesh Strips, Вы сразу же заметите, что направление расположения волос неправильное и нам нужно его отредактировать. Это показывают маленькие белые ромбы, которые повторяют форму сферы по горизонтали. Нам же нужно сделать вертикальное положение вниз. Как это сделать, сейчас покажу. Для этого Вам нужно выбрать Hair From Mesh Strip объект. Далее переходим в вкладку Mesh Strips. Спускаемся ниже и видим кнопку Rotate All Strands. Нажимаем на нее до тех пор, пока направление, вспомогающее красной стрелке не станет правильным. То есть по вертикали сверху вниз. Также, возможно, Вы сразу заметили, что качество этих гидов выглядит как Low Poly, то есть они не обтекают форму сферы. Чтобы это исправить, Вам нужно настроить количество точек Hair From Mesh Strips в вкладке Object. Заходим туда и изменяем значение параметра Points Perth Strand. Например, можно поставить 30 точек, чтобы был идеально сглаженный результат. А потом это можно оптимизировать. Далее выбираем опцию Uniform, чтобы было равномерное распределение гидов по поверхности. После чего изменяем значение Hair Perth Strip на 10, а Viewport Count Fraction на 100%. Теперь эти гиды нужно превратить в Hair Cards. Для этого в первую очередь назначаем Change Width для управления их шириной. А затем Mesh From Strands для замены гидов на Proxy Mesh. Сферу можно скрыть, так как в ней уже нет необходимости. В итоге мы получили такой результат, но это еще не Hair Cards с текстурой, которую мы видим справа. Для этого нам нужно активировать работу с Proxy объектами Mesh From Strands. Поэтому заходим туда и активируем опцию Proxy Meshes. Далее переходим в вкладку Proxy Meshes. Здесь сразу же включаем опцию Uniform Scale. Затем кликаем на пипетку и с помощью нее выбираем любую из Hair Cards справа. Таким образом, Вы замените стандартные гиды на этот Mesh. Но все еще не будете видеть текстуру. Для того, чтобы ее включить, нужно назначить такой же материал, как и у Proxy объекта. Но перед этим, обязательно удаляем тот, что уже назначен на объект Ornatrix Hair. Затем, просто удерживая Ctrl, перетягиваем новый материал на этот объект. Таким образом, мы увидим текстуру на новом Proxy объекте, который получили место гидов. Теперь нам нужно сделать так, чтобы эти Hair Cards были расположены параллельно поверхности сферы. Для этого, назначаем модификатор Rotate после Hair from Mesh Strips. И в его настройках, включаем опцию Orient Based on Strand Shape. Теперь они обтекают форму сферы и все работает, как нужно. Далее в Change Width, меняем форму кривой, выбрав опцию Set to Maximum. Это делается для того, чтобы форма Proxy была точной копией оригинала. Но опять же, Вы в любой момент можете настроить эту кривую, как захотите. А также можно изменить ширину Hair Cards с помощью параметра Width. В общем, при желании можно получить любую форму. Так, с этим разобрались и теперь еще один вопрос. А что с Brunching в Cinema 4D? Когда я спросил у разработчиков об этой функции, их ответ прозвучал так. Brunching дерева объектов волос не работает так в Cinema 4D. Вы уже изучили, как работает новая система узлов Neutron. Не лучше ли использовать ее вместо этого? Так как я работаю только с волосами в Cinema 4D, то конечно же ничего не знаю по поводу этой новой системы узлов. Возможно, Вы что-то знаете. Я попросил одного из программистов объяснить мне, как это работает и все еще жду ответа. Что касаемо создания COS, который я уже показывал в 3ds Max и Maya. То на канале уже есть видео по Cinema 4D с демонстрацией их создания. Поэтому я не буду снова тратить время на это. Как подключить текстуру, уже показывал в ролике с Maya. Принцип одинаковый. Если же что-то не понятно, то задавайте вопросы в Discord и обязательно с этим разберемся. Если Вы также не знаете про новую нодовую систему, как и я. То для создания слоев разных волос, можно использовать тот же метод, который я показывал в Maya. То есть просто копируем весь объект и меняем настройки, прокси и так далее. Я чуть позже это покажу. Я думаю, Вы уже поняли, что самый удобный для создания Hair Cards, как и писал в статье, это 3ds Max. Так как там есть branching и он очень ускоряет работу. Кстати, чтобы включить возможность расчесывать каждую из Hair Cards, нужно назначить модификатор Edit Guides после Hair From Mesh Strips. Тогда Вы сможете выбрать любой из гидов и расчесать Hair Cards в нужном направлении. Как можете заметить, все достаточно просто и быстро. Без сложного и долгого редактирования точек, полигонов и прочего. Теперь возникает вопрос, а как же этот результат превратить в полигоны для экспорта в движок? Тут все достаточно просто. Нажимаем на кнопку Export Polygon в вкладке Object. И Вы получите отдельный объект, состоящий из полноценных Hair Cards, готовых к экспорту в разные движки. Далее возникает вопрос по поводу оптимизации каждой Hair Card. Я думаю Вы уже догадались, что мы можем достаточно быстро оптимизировать любой из прокси объектов и не нужно делать никаких настроек в Hair From Mesh Strips. То есть Вы можете создать себе базу Low Poly, Mid Poly и High Poly Proxy объектов и уже в любой момент заменять гиды на них. Конечно же без branching это не так удобно, но все же возможно. То есть берем объект, удаляем ненужные ребра и в Mesh From Strands в вкладке Proxy Meshes указываем новый объект. При желании, как и в Maya или 3ds Max, можно добавлять сюда несколько объектов. Но есть один нюанс, который стоит учитывать. Если Вы вводите четное количество гидов Hair From Mesh Strips, то некоторые Hair Cards будут пересекаться. Чтобы этого не происходило, просто ставим нечетное количество. Например, 11. Но этот режим больше подходит для создания шерсти, а не прически. Я уже показывал, как его использовать в других уроках. Здесь же, как и говорил ранее, для каждой Hair Cards делаем отдельный слой. Так будет проще всем управлять. Опять же, лично я предпочитаю работать в 3ds Max. И Вы уже знаете почему. Но так как в Cinema 4D нет стандартного branching, то я Вам обещал показать работу без него. То есть, чтобы создать еще один слой, копируем объект с помощью Ctrl-C и Ctrl-V или используем меню Edit. Далее, в копии выбираем другой прокси. После чего, с помощью Edit Guides расчетываем в нужном направлении. То есть, Вы получите несколько слоев, которыми можно управлять по отдельности. Напоминаю, что в 3ds Max ими можно управлять в одном объекте с помощью branching. Так что, где заниматься созданием Hair Cards решать Вам. Я думаю, это уже очевидно. Ну или можете поискать информацию о новых нодах в Cinema 4D. Возможно, они даже будут удобнее, чем branching. И это все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.